Что сказал проводник? Я напоминаю, что я вначале прошелся и сказал, что я проводник. Представьте себе. Помните, что сказал проводник? Уважаемые пассажиры, здесь в поезде кое-кто испачкался, будут остановки, ну и так далее. Все это сказал. Ребята, а представьте себе, что едут вот эти четверо грязных пульцов в вагоне, где всего там 100 человек. И проводник не приходил. Вот. Проводник не приходил. Они не выйдут. Конечно, не выйдут. Потому что им никто не сказал ничего. Но маленькая проблема. А представьте себе, что они мудрецы. И не просто мудрецы, а настоящие немецкие, или еще лучше швейцарские мудрецы. Они аккуратно читали правила перевозок. Они знают. Они вообще все знают. И они знают про эти самые остановки. Ведь что я там рассказывал проводник? Фактически, как устроена эта железная дорога. То, что там на станции помыться удобно. То, что поездов много. То, что билетики действительно на любом поезде. А представьте себе, что они все это и так знают. Абсолютно аккуратные. Какие-то там швейцарцы, немцы. Идеально читают всем 100 страниц документов. Перед тем, как ехать на поезде. Все-все-все идеально делают. Они знают про эти остановки. Тогда согласитесь, что ничего такого неожиданного проводник не сказал. Правда? Да. Правда. Что вы хотите? Вот, да, ведь из него они не узнали, что все это грязно. Они не узнали. Ничего себе не узнали. Вот Олеся. Сидит Олеся, видит троих из Буль. Гриша видит тоже троих. Каждый из них видит реально своими глазами. Видит троих. Они читали эти самые документы. Они знают, что там помыться можно. Ребята, они все знают. Если у нас четыре побора, и классно по одному рядом. Нет. Для простоты считается, что все все время видят все. То есть еще устроили писку, кто кого увидел. Тогда нет. Тогда получится то, что называется логические задачи. На всяких олимпиадах очень любят. Он сказал там, кто-то ему ответили, кто-то там, сделает такой-то вывод. Это замечательно, но она сейчас не олимпиада. Мы сейчас решаем одну задачу, а не кто-то другой. Да. Ну, получается, если они все читают, они про все знают. Да. То есть они грязные. Нет, секунду. Каждый из них знает про их остальных. Да. Но он не знает про себя. Ну, и получается, они то же самое, что и когда проводник сказал. Они знают то же самое, что и проводник сказал. Что такое то же самое? То, что сказал проводник, они и так знали. Да. Проводник сказал, но если бы был один человек, и проводник не сказал, тогда проводник, что все честные, значит, что он должен чистить. Нет, почему все чистые? Он видит троих ляг. Нет. Каждый из них видит троих ляг. Один человек, и проводник не означает, что проводник? Нет. Если бы был один. Но у нас-то не один. Ребята, я окончательно промулирую задачу. Задача, правда? Задача звучит так. Что сказал проводник? Я для того, чтобы вас по ложному пути не направлять, сразу скажу правильный ответ. Ответ такой. Если бы проводника не было, то действительно между мыслями этих самых людей не было бы, что называется, никакой связи. И поэтому, действительно, никто из них не узнал бы, на какой остановке выходить. Но это вещь удивительная. Потому что проводник сообщил им информацию, которую все они и так знали. Но при этом, почему-то, после сообщения этой информации, они пошли мыться. А если бы эту информацию им не сообщили, то они бы мыться не пошли.